Татьяна Король В прошлом году главы государства виделись дважды. В мае Александр Лукашенко посещал Душанбе с официальным визитом и снова в сентябре для участия в саммите Совета глав государства СНГ. Вскоре с ответным визитом в Минске ждут им Амали Рахмона. Как ожидается, лидер Таджикистана прилетит в Минск на несколько дней по личному приглашению главы белорусского государства накануне закрытия вторых европейских игр. Есть хорошие примеры нашего сотрудничества, что настораживает, что у нас произошло некоторое падение товарооборота. И над этим надо МИДом нашим поработать и правительством, чтобы выровнять товарооборот между двумя странами. Ну и активнее выходить на рынки третьих стран с нашей совместной с вами продукцией. Леонид Кучма вновь будет представлять Украину в трехсторонней контактной группе по ситуации на востоке этой страны. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время брифинга и отметил, что Киев уже имеет конкретные новые предложения по Донбассу. Первое заседание трехсторонней контактной группы с участием нового представителя Киева Леонида Кучмы состоится в Минске в среду. Я привык в своей жизни принимать решения, выполнять их и отвечать за них. Встреча с президентом показала, что у меня есть такая возможность в группе, созданной в нормандском формате, внести свой вклад. Пламя мира продолжает путешествие по Могилевской области. Финальная точка региона – Бобруйск. В эти минуты огонь встречают на центральной площади города. Среди факелоносцев – фартист Руслана Лехно, олимпийские чемпионы в гребле на байдарках и Каное, братья Богдановичи, еще один золотой призер Олимпиады – Марина Лобач. Стартует участники эстафеты от памятника главному герою романа «Золотой теленок» Шуре Балаганову. Новый белорусский электроминивэн принял участие в международном марафоне «Ралли мира-2019». Правда, пока как неофициальный участник. Сегодня в Минске на испытательном полигоне Академии наук для участников международной гонки устроили предпоказ. В следующем году, я надеюсь, что мы сможем уже полноценно поучаствовать, потому что у нас еще есть наш инициативный проект – это гоночный электромобиль. И вот на нем мы уже, на самом деле, сможем посоревноваться и с ТЭСой. Завершится белорусский этап ралли в Гомеле. Далее Брянск, Москва и финиш в Санкт-Петербурге. Марафон электрокаров стартовал в конце мая в Монте-Карло. Весь путь более 4 тысяч километров. Таковы главные события к этой минуте. Продолжим в 19 часов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова